Итак, здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу серию лекций о подготовке к Роши Шаналу и все, что с вами связано. Вы, наверное, знаете хорошо, что есть Гмара в трактате Роши Шанал, которая говорит, что в этот день открываются три книги, книги праведных, в которые записываются праведные люди, они тут же записываются к жизни, книга грешников, в которой записываются грешники, тут же они находятся в этой книге, и третья книга — это средних людей, которые находятся в подвешенном состоянии, в состоянии вопроса до Йом-Кипура. Если они сделают чугу до Йом-Кипура, то они будут записаны в книге праведников, а если не сделают чугу, то они будут записаны в книге грешников. Это говорит об этом Гмара на 16-й странице трактата Роши Шанал. И вы, конечно, уже знаете, понимаете, что все, что сказано в наших мудрецов, это все очень точно, очень выверено, каждая буква, каждое выражение, все на своем месте стоит, все правильно. Но когда мы смотрим логически на то, что здесь написано, то мы ничего не понимаем. Как так может быть, что праведник записывается в книгу жизни моментально? А как? А тогда получается, что он никогда не умрет. Или за то, что ему нужно умереть, ему нужно сначала отстать, стать грешником. Понимаете, здесь книга жизни — книга смерти. Получается, что ни один из грешников никогда не сможет прожить больше года, потому что он записан был в Роши Шана в книгу смерти и все. А такого быть не может. Это явно противоречит логике. Наши мудрецы не случайно пишут все эти вещи, это же каждое слово точно. Что же они имеют в виду, когда они говорят такую странную вещь? Дело все в том, что они хотят научить нас, что смысл понятия «жизнь» — это не физиологическое понятие. Как говорят наши мудрецы, злодеи при жизни своей называются мертвыми, а праведники после смерти своей называются живыми. То есть понятие слова «жизнь» и «смерть» — это не физиологическое понятие у наших мудрецов. Когда они записываются в ту или иную книгу, то мы понимаем, что тут идет речь о его духовном мире. И одна из очень часто встречающихся ошибок — это мысль о том, что человек, когда его Всевышний записывает в ту или иную книгу, то в этот момент его судьба предрешена. То есть если, допустим, брошешь она, человеку было вынесено решение, что через три месяца, двадцать дней, тридцать часов, семнадцать секунд с ним произойдет авария, то это обязательно произойдет. Не важно, он будет пытаться изменить, будет пытаться предотвратить, не будет ехать на машине все эти дни, и будет там, даже если будет с ней в доме, так автобус залетит в его дом, поломает эту стенку. Если сказано, что с ним что-то произойдет, это обязательно произойдет, и нет никаких, и нет ничего возможного это все остановить. Вот эта мысль, это мысль не еврейская. Это мысль идолопоклонников. В иудаизме нет такого понятия слепая судьба, или как идея там фатума, да, фатализма. Вы, наверное, хорошо знаете, есть у Лермонтова такой рассказ, что одному там предначеркнуло, что он его убьет саблей, его зарубят саблей, и он в это очень сильно верил, один офицер, ему друзья говорят, если ты такой фаталист, если ты так все это веришь, вот пистолет, стремь себе висок. Он берет пистолет, ему заряжают пистолет, дают, так, осечка. А потом он там пошел, какой-то пьяный казак хотел зарубить свинью, бежал за свиньей, махал саблей, бум! Короче говоря, все это чушь собачья. Всего этого нет, у нас нет таких идей. И мы подвержены очень сильно этому влиянию, там всякие истории про Эдипа, знаете эту историю, да, с царем Эдипом, ему было предначеркнуто, что он убьет своего отца, и женится на своей матери, у него родятся братья, что они будут его детьми, дети, что будут его братья, и он там делает восьмерки в воздухе, сделает все возможное, чтобы это все предотвратить, в конечном итоге он убивает своего отца, и там женится своей матери, и в него рождаются дети, что они хотят. Вот это и есть идолопоклонничество. И это очень сильно вредит людям. Это идея. То есть мы очень часто, если вы, наверное, обратили внимание, что когда многие вещи из язычества, там то, с чем иудаизм борется, они кроме того, что это просто неправильная ошибка, и это не так, они также вредят жизни людей. Ну вот, например, в Израиле сегодня 52 процента всех дорожных происшествий, всех аварий, в них замешаны арабы. Арабы в Израиле 20 процентов. То есть поймите, а почему так много аварий делают арабы? Потому что у них есть такая концепция. то, что предначертано на небе, ничего этого изменить нельзя. И если так Бог решил, то это будет. Это ты можешь ехать с большой скоростью, с маленькой скоростью, ты будешь соблюдать правила движения, не соблюдать, не играть никакой роли. Если Бог захочет, то с тобой ничего не случится. А если Бог не захочет, то есть с тобой и там. И всякая такая длинность. И также подобные мысли высказывают их среди евреев тоже. То есть это не иудаизм. Так я в сколько сейчас забросить, что скажу, в чем отличие иудаизма, и того, что говорят евреи. И то же самое. Иудаизм мы имеем в виду, когда у нас есть источники наших знаний. Источники. Кто-то из наших мудрецов не там большие раввины говорят что-то, да? А там сказал Расаг, или Кузыри, или Рабейну Магараль, или Равкук, или там не важно кто-то. Кто-то из наших мудрецов точно где сказано. Но когда у вас есть источник, значит это иудаизм. А когда вы это услышали от бородатого дяди, у которого была большая черная шляпа на крови, и черный такой сортук, и борода, не верьте, что это иудаизм. Это дядя сказал. Как говорят мне в ритии, кова не видишь, шляпа это кова, а кова локувея, то есть шляпа не является решающей, решающей вещью. А мыиль ломуи, мыиль это субтук, да? Он не поможет. Это игра слов, да? Иль ломуи, и кова локувея, мыиль му лим, вазакан, от борода, есть и у козла. То, что у него есть большая борода, это не значит, что то, что он говорит, это и есть Тора. Не это решено. А что решает? Наши источники. Если это говорит Раши, если это говорит Рамба, если это говорит Радо, да, это Рамба. Это иудаизм. И когда мы проверяем, что говорят наши мудрецы, Гмара, Аллаха, там и то, то вы увидите, что в иудаизме нет такого понятия судьба. Мы понимаем, что есть такой, да, у каждого человека есть своя судьба, его жизнь, но нет предначертания. С тобой это случится, и ничего тебе не поможет. Это явно не еврейская мысль. Тебе ничего не поможет. И в этом смысле тоже есть многие, которые говорят, как бы от имени иудаизма, что вот тебе нужно научиться полагаться на Бога. Ты должен надеяться на Бога, и будет все хорошо. Это тоже. Это не иудаизм говорит. У нас нет такого понятия, что ты должен полагаться, и Бог тебе пошлет денег, там, парносат, заработок. Тебе Бог заработок пошлет. Общая идея иудаизма – это то, что ты должен сделать максимум, что от тебя зависит, чтобы получить, чтобы добиться своей цели, то, что ты делаешь. Например, там, ты должен, ты должен построить свою семью. Значит, тебе нужно, ты ответственный за то, чтобы зарабатывать деньги для своих детей и своей семьи. и тебе нельзя говорить, Бог пошлет, Он нам обеспечит наше там пропитание. Нет, ты должен идти, работать, делать все возможное, принести зарплату домой. И тоже тебе нельзя говорить, тебе там, все будет хорошо, там, то-то-то, нет, ты должен сделать, там, лечиться, нужно лечиться до конца, там, все-все-все-все-все-все, все делать, максимум все идет. А когда ты сделал максимум, что от тебя было зависит, и тогда с тобой, там, и тем не менее, у тебя нет, допустим, там, пропитания, тем не менее, человек не выздоровел, тем не менее, у тебя есть какая-то проблема, то ты понимаешь, что вот это от Творца. То есть, там, где у тебя нет твоей силы, вот это тебе посылает Творец. И ты начинаешь понять, в чем же это, в чем же это то добро, которое тебе посылает тем, что ты безработный. Это да, это идея. А почему у нас так это сильно, у нас это разбит? Можете задавать вопросы? А, да, конечно, да. Есть вопросы? Возможно, будут. А, будут? А почему нам так нравится эта идея фатализма? Ты можешь ничего делать, не надо содержать верно. Тебя это освобождает от всего. Ты можешь говорить, да, вот так это, что я могу делать, там, Бог не дал, там, то-то-то-то. Потому что у каждого человека есть такое понятие психологии, которое называется хомеостазис. Хомеостазис, это приходит из биологии, но им сегодня пользуются во всех областях. Вот идея хомеостазиса, это в том, что у нас есть такая система, которая делает нашу личность, то есть, ну, знаете, я вам объясню это сначала. В биологии, а потом перейду на психологию. В биологии, это хомеостазис, например, там, вот такая, я не знаю, как по-русски сказать, мангенон, кто-то знает слово мангенон? Мангенон? Какая? Система? Какая? Система. Нет, система — это маарехет. А мангенон — это, как бы, некая такая штука, которая следит за целостностью системы. Понятно? Вот такая штука, например, в нашем теле это то, что делает баланс нашей температуры. У каждого человека, например, температура 37 градусов, плюс-минус, когда, даже если он стоит на холоде, в 50, минус 50, у него будет 37, сколько он, по ком будет жить, и даже если у него будет жара, 50, он будет в темнении 37. Вот это вот, есть хомеостазис, он делает так, что у нас постоянно находится такая постоянность. То же самое происходит в психологии с нашей. Мы хотим оставаться тем, кто мы есть. Мы не любим изменяться. Не хотим изменяться. Но иногда это требуется. Понимаешь, что тебе нужно. Поэтому мы это делаем, как бы, через силу. И вот, поэтому есть многие люди по ошибке, многие люди по ошибке думают, что главная эта идея в том, в молитву, да, в еврейской молитве, в том, чтобы повлиять на Всевишнего, чтобы он, чтобы он сделал что-то такое хорошее для нас. То есть, они заняты тем, что в молитве они пытаются попросить, упросить творца, чтобы он им дал здоровье, там, заработать, то, чтобы им было все хорошо. То есть, главное, главное его духовное усилие направлено на то, чтобы повлиять на творца. вот это большая ошибка. Идея еврейской молитвы, это то, что я хочу изменить себя. Я хочу быть достойным Всевышнего, того благо, которое Всевышний нам посылает. Какой вопрос? Запишите ваш вопрос, я вам потом дам ответить. Да? Мы хотим не влиять на творца, чтобы он изменился, например, он посылает нам какую-то там, посылает нам какую-то там, там, несчастье, не дай Бог. То мы хотим, на самом деле, то есть, в чем состоит идея? Мы хотим измениться, мы хотим стать лучше. И когда я меняюсь, то и автоматически меняются также и те события, которые с нами происходят в нашей жизни. понимаете идею? То есть, мы верим в это, в этом отличие от всех религий в мире, что Всевышний соответствует, то есть, переводит в соответствие события, которые происходят в нашей жизни, с нашей личностью. для того, чтобы что-то изменить в жизни, нужно изменить себя. И тогда меняются внешние события, которые с нами происходят. Эта вещь называется чувак. Это и есть идея чувака. и поэтому, если вы обратили внимание, мы, по-моему, говорили об этом, на прошлом занятии, главная идея в Роша Шана, в мебелизме, в молитве, это не попросить прощения у Бога, чтобы Он нам что-то сделал, поддал, простил и так далее. А это изменить себя. И поэтому, сначала, в молитве Ишмонариса, то есть, эти амида, сначала мы молимся о чуве, а чува это значит самоизменение, а только потом мы просим о прощении. и никуда не надо. Да. Какой вопрос, я хотел задать вопрос? У меня есть момент. Давай, пожалуйста, я был первый. А, давай. Два вопроса. Давай. Первый вопрос. Так как вы сказали, что мудрецы установили абсолютно точно, точный язык наших бедосновений, поэтому, естественно, то, что так написано в сидуре, так написано в мусах и молитвах, очевидно, есть в этом простой смысл. То есть, есть простое значение молитвы. Как известно, как известно, молитва это бакашат сраха, просьба, простым тегом и просьба. И второе, по поводу изменения. Написано в трактате бейца, здесь такое высказание мудрецов, того, что все материальные благословения, все материальное устанавливается еврею, человеку в Роша Шана. Тот, кто добавляет, добавляет им. Добавляет им. То есть, получается, зато следует, что на самом деле уже установлено то количество, то количество материальных благословений, которое есть. Зависимо того, добавит ли он или нет. Пола мусы. И там сказано о субботе и так далее. Угу. Угу. Да. Хороший вопрос. Угу. Я вам объясню. Это, действительно, сказаны вещи, там, как говорят, бейца, а есть другой, так называется, Роша Шана, да. И там сказано, что то, что устанавливает человек в Роша Шана, это зависит от самого человека. Если после того, как было это установлено. Можно посмотреть, где это написано? Да. Это написано на семнадцатой странице. И если после того, как ему было это установлено, человек, например, там сделал грех. Понимаете, какая идея вещь? Вы подумайте, просто логично. Допустим, мы не разбираемся, мы не знаем, там, трактат такой или трактат другой. Да? Подумайте, просто логично. Ну вот, там, Всевышний установил человеку, там, что он будет здоровый, там, и ему будет все хорошо, все в порядке. А потом он стал плохим человеком. Стал, совершил большие грехи и так далее, и так далее. Так неужели же это ничего не изменится? Как такое может быть? Почему? Потому что он сказал это там семь месяцев тому назад. Разве такое может быть? Понимаете, это просто нелогично. Тем более, что наши мудрецы говорят на шестнадцатой странице в этом трактате. Есть там четыре мнения. Мнение Раби Мейра, Раби Юды, Раби Йоси и Раби Натана. Раби Мейра и Раби Юда говорят, что это останавливается в Роша Шана. А Раби Йоси говорит, что он также еще устанавливает каждый день, и за дня в день человеку решается его жизнь, его вопрос. Это Раби Йоси. А Раби Натан говорит, что ему каждую минуту, каждую секунду постоянно решается этот вопрос. Мы можем подумать, что они, наверное, спорят друг с другом. Это такое мнение, это другая мнение. Но, оказывается, наши мудрецы говорят, что они не спорят. Действительно устанавливается глобально, что тебе положено много добра. Или наоборот, не дай Бог, тебе положено какое-то наказание. И вот Шевышний решил, что Броша Шана, наказатель человека, допустим, у него 27-го яра будет маленькая авария, и он разобьет себе фару. Да? Решил. Броша Шана. А этот человек стал хорошим, лучший, все изменилось и стал сделать чугу. Неужели это ему должно произойти, потому что так он сказал три месяца тому назад? Вам кажется, это логично, реально? И даже больше скажут, это кажется вам справедливо, что там видно. Очевидно, меняется его постановление, меняется это его поступка. О, вот, вот я об этом и говорю. Прекрасно, вот прекрасный ответ. Постановление меняется в связи с его поступком. То есть другими словами мы понимаем, что это не было сказано и все, сейчас так это будет на века. Зависит от тебя самого. Вот об этом и говорим. И вот это глобальное, явное, кардинальное отличие от поклонников. Понятно, правда? Так, что вы хотите еще сказать? Что, очевидно, это зависит из того, что вы сказали. Очевидно, это зависит именно от поступков человека. В частности, заповедей, учения Торы, добрых поступков. Из-за этого ему устанавливается, то, что вы сказали, устанавливается вот так же материально завод. Ускучается. Но если он изменился, меняется, меняется установление. Я хочу сказать, я имею в виду то, что его заработок зависит от его поступков, которые он делает в элдаизме. Ну, прекрасно. Ну, да, то, что я сказал. Это то, что я сказал. Да. То есть это... Он продолжает действовать. У нас нет такого, что все, твоя песенка спета, да, как мы говорили. У нас всегда зависит от самого человека. Какое место тогда имеет и какое место имеет работа, материальное, скажем так, заработок, какое место имеет в элдаизме? Это одно испроявление. То, что человек должен делать свою жизнь, он должен обеспечивать свою семью, на нем лежит эта обязанность, он должен зарабатывать деньги. А если ему не для чего, допустим, у него нет семьи и так далее, то ему нужно так много зарабатывать. Но главная идея это не в деньгах, а в том, что ты делаешь в этом мире. Ты хочешь помогать другим людям, и ты идешь быть врачом. Ты это делаешь не для заработка, ты делаешь для того, чтобы помогать другим людям. А, тебе дальше платят за это? Хочешь, хорошо, здорово. То есть это главная идея в том, что мы хотим нести добро в мир. Работа и там, семью, и то, 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 то. Это все вокруг этого все получается. Понятно? Ну, если нужно. Ну, конечно, может, только коротко. Палач. Да. Я говорю, доброе дело убивает. Да, я говорю. Он кто, он праведник? Конечно, праведник, что за вопрос? Бессомненно. Хорошо. Подожди, если он праведник, то, ну, например, товарищ Сталин, который хотел общего класса, для всех. Да. Миллионы людей сидят. Слушайте, если вы говорите… Ну, это к примеру, к примеру, не надо о примере говорить. Да, мне нужен пример. А где вопрос? Вопрос. 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 Вразица между намерением и поступками. А, да, это хороший вопрос, тоже. Я вам коротко только скажу. то еще конкретно можно благие намерения оправдывать плохой поступок да очень хорошо еще лучше мы уже говорили об этом все в порядке мы уже говорили об этом на прошлом снятии закон что любое действие извините любой митсва или любой криво состоит из двух компонентов помните выбор человека и его действия вот эти две вещи они делают этот митсву или авера если одного из них не хватает то нет ни митсвы ни митсва ни авера то есть только действия без знания это не митсва и не авера там он может убил кого-то там или наоборот там помог кого-то спас кого-то не играет никого это хорошая это хороший поступок но это не митсва и не авера сейчас мы говорим что по поступкам все подождите подождите вот понятие поступок состоит из этих двух элементов поэтому хорошие намерения ничего не дают это не митсва и это не берется в расчет это известная такая фраза что хорошими поступками и устилов с дорога в арт а это откуда у вас не 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 поступками а это это мысли дать желание что 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 вопрос откуда такое мнение вы говорите откуда берете это мнение что поступок состоит из так же из намерений а это 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 сказано в двух местах один это рамба говорит об этом а второе это равку говорит и на прошлом занятии в книге называется книга и на я и на прошлом занятии если вы помните а я вам не давал эти листочки да я не давал листочки но это находится но это находится в книге и на я получré а вот появляется уже уже на нас нас в рутах да ну это мы не договаривались и тогда выполнил общая идея то есть главная идея в том чтобы мы хотим измениться на эту все действует роша шана это не уговаривать творца а почему же все написано именно таким образом почему написано как вы правильно спросили мы же говорим там просьба мы просим всевышнего там пожалуйста помоги нам сделай там потом написано этим языком что же мудрецы имели ввиду они имели ввиду сказать что когда вы говорите я хочу измениться и тем самым я меняю этот мир то тогда получается это все вся система как бы самосовершенствования когда нет никакой связи с бесконечным нет связи с божественным все остается только в рамках этого мира для того чтобы ты не думал что это все как бы технически работает на уровне психологического ты понимал что это также и метафизическая вещь поэтому поэтому формулировка нашего обращения к творцу именно такое что мы просим у него чтобы он нам сделать то есть должно быть какое-то какое-то как бы внешняя то есть трансцендентальная сила вне нас вот поэтому написано таким именно если вы если помните я вам рассказал на прошлом занятии что что вот как раз слава богу перевели на привели мою книгу о молитве в этом находится как минахам на находится у минахама если у вас есть более таки вопросы в этом смысле обратитесь минахам у него него эта книга можно посмотреть почитать увидеть там что там написано и там множество вся книга состоит из источников все время там каждые пару слов источник откуда все это сказано где-то все написано это 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 дальше теперь мы мы говорим теперь о такой такой вещь а кто же тогда получается если все зависит от того всевышний делать это все зависит от нас что же тогда получается когда мы сказали сказано что нарушишь она написано а слушайте есть эта часть в этой книге дайте мне на секунду я как раз помню именно сейчас об этом я хочу вам рассказать и тут как раз туда раба я надеюсь что у меня не займет много времени ее искать потому что это я не очень хорошо помню больше не стоит но у меня не стоит Как раз Legit что-то все что-то 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 Здесь вся книга строится на диалоге сына с отцом. Вот сын спрашивает отца, кто записывает нас в книгу жизни? Ведь сказано, что мы будем записаны в книгу жизни. Отец отвечает, давай подумаем отобратно, как человек, не являющийся простым и честным, может попросить, чтобы его записали в книгу простых и честных. Это сказано, например, в молитве сказано, Он не простой и честный. А как же он просит, чтобы Всевышний год записал в эту книгу? Если ты не инженер, но запишешься инженером, что ты будешь делать, когда тебе принесут чертежи моста, которые ты должен построить? Так же и молитва. Мы не упрашиваем Всевышнего дать нам что-то, что нам не положено. Когда ты говоришь, пожалуйста, дай мне, запиши мне, пошли мне, спаси меня, вылечи меня. Мы не имеем в виду, чтобы сделать что-то нам не положено. Ее смысл в выражении желания быть простым и честным. И с помощью раскаяния он изменяется. Тогда оказывается, что его можно записать в книгу праведников. Сейчас главный вывод, сейчас это главная идея этого урока. Отсюда следует, что это не кто-то другой записывает человека в книгу жизни, а он сам. Понимаете, это не Бог нас пишет в эту книгу. Поэтому сказано там в трактате Роша Шанда сказано «Амара в курс падай, Амара в Йоханан, шлюшас фарим нефтахим», то есть сказал Арак в курс падай, что три книги открываются, и туда записываются. Вот точный перевод. Не Всевышний пишет вас в эту книгу, а там записываются. И вот наши мудрцы спрашивают, а кто же нас записывает тогда туда? Мы думаем, это Бог нас записывает, правда? А вот что он говорит, что отец отвечает. Он сам себя записывает. Не Бог нас пишет, а человек себя пишет. Говорит об этом Адмор и Слонина. В книге называется «Нефиботулам». И в результате того, что они выбирают жизнь и благо, они сами себя записывают в книгу совершенных праведников, которая сразу записывается и ставится печать для хорошей жизни. И также не упаси Бог наоборот. То же самое говорит раб Петцаду, какое любви. То есть это один из тоже величайших мудрецов прошлого поколения. Он говорит так. Ибо известно, что книга праведников, и книга злодеев, и книга средних, это сердце самого человека. И когда он развивает свое сердце и раскаивается, то это и есть стирание приговоров. То есть одна из молитв, если вы обретели внимание, вы потом посмотрите и хорошенько увидите. Там написано так. «Пожалуйста, сотри наш плохой приговор». «Порви этот вердикт с нашим плохим приговором». И вот этот комментирует об этом рабца Духмедублин и говорит, когда он разбивает свое сердце и раскаливается, то это и есть стирание приговора. По словам автора книги «Исфат Эмед», есть много толкований на словах мудрецов. Однако основное толкование состоит в том, что человек записывает сам себя. И как он говорит об этом? «А поступки человека оставляют отпечатки в душе нефиш, руах и нишама». И это основное толкование. И все твои дела записываются в книгу жизни. И подумайте просто и логично. Но разве есть какая-то книга где-то там на небе? Разве бывают книги на небесах? Или там в духовных мирах? Понимаете, там ничто нет? Электронных, дигитальных устройств? Есть листья, которые люди, которые были на даму и говорят, что там есть что-то похожее? О, совершенно верно, что-то похожее. Понятно, что нет никаких книг. А что же это за книги? Это ваша душа. Это и есть эта книга. Ваше сердце, как сказал Сфат Эмед. И это подобно тому, как заслуги праведника выгравированы на его костях. А грехи злодея выгравированы на его костях. То есть, что это имеется в виду? Имеется в виду, что когда человек делает грех, когда человек делает плохое, то он при этом влияет, прежде всего, на самого себя. Это кажется, вот вы там сделали какую-то подлость, сделали что-то плохое. Ну, не страшно, кто знает, кто не видит, никто ничего не знает. Это только так кажется. На самом деле, это оставляет глубокий отпечаток не только на вашей душе, но и на вашей личности. Вы, как личность, меняетесь. Это кажется, что ну что, я ничего не почувствовал. То, что вы не почувствовали, это не значит, что это не произошло. И поэтому, как он сказал, на вас эти вещи выгравированы. Да, это будет гравировка. Даже, это еще не только татуировка. И также об этом говорит мораль исправить. Он говорит так. Посмотри на три вещи, и ты не придешь к греху. Знаешь, что выше тебя глаз видит, и ухо слышит, и все твои дела записываются в книге. Вот это прояснило, что когда человек будет знать, что все его дела записываются в книге, он не придет к греху. а это книга сам человек. И в нем будут записаны его обвинения, его заслуги. «Кость» — это суть свежей личности. Что? Вот это вот то, что «кость» — это, у нас, вроде «суть свежей личности» меняется под... Да. На ивриде слово «суть» — это также как слово «кость». Это тоже слово. «Эца». Да, «коцы». И вот это очень важно понять, потому что кто этого все не читает, не разбирает, а смотрит внешне на индуизм, то это очень похоже на идолопоклонничество, в котором, как мы сказали там, Эдипт его приговорил, что он его убьет, своего отца, вот и он его ничего тебе не поможет. Это кардинальное отличие между иудаизмом и всеми другими мировоззрениями, только религиями и мировоззрением. Это как бы антитеза к такому подходу к человеку, как будто бы все, вот он такой, какой он есть. «Каким ты был, таким ты и остался». Знаете, есть такая песня? Этот подход к человеку, как будто бы нечто данное, нечто статичное, нечто неизменимое. Вот это не еврейский подход. Как он говорил, по-русски такая пословица, «Горбатого могила исправит». «Все, с концами». А у нас нет с концами, у нас не бывает такого. Человек может быть очень-очень на большой глубине зла и нечисти, и он оттуда может сделать сильное изменение, и все у него меняется, и он становится совершенно иным человеком. нет такой ситуации, в которой мы говорим, «Все, с концами». И вот напоследок я вам хочу рассказать такую историю, которая даст нам маленькое такое понятие, что же такое, как человек пишет себя в книгу жизни. Это история, которая произошла много лет тому назад. Я тогда, в то время, учился в Ишеве, в Байтере. И я с женой, с ребенком, жили там, в этом Ишуле, в Байтере. И у меня был, был такой, парень, с которым я тоже занимался, он был хозе в Ишеве, то есть, как он был, сделал учебу, год тому назад. И ему было 29 лет, и он там изменился очень сильно, и он искал себе пару, искал себе женистка, доженец. и начал встречаться с девушками, наш дух, еще, 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 и как не получается. Он встречается, и не подходит, ни это, ни это, ни это, ни это, и после там 37 девушек он перестал считать. и все время он мне рассказывал, вот как там было то, как то, как она сказала, так ему это не понравилось, он так же, и все время он мне это рассказывает, все эти истории. Я ему говорю, слушай, мне кажется, что ты должен перестать, перестать встречаться с девушками. Сделай перерыв, и сконцентрируйся на работе над собой, над самим собой. Потому что если ты так нелегко находишь себе спутника жизни, значит, есть в тебе какая-то проблема. Попытайся изменить себя в чем-то, в этой проблеме, найти в чем корень, изменить себе это. И если ты сможешь измениться, то даже если эта девушка будет на конце, на другом конце земного шара, то Всевышний переведет ее к тебе. Но главное, чтобы ты сделал эти изменения. Он говорит мне, ну сколько можно делать этих изменений? Ты знаешь, что я прошел, что я сделал, пока я то, 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 я уже нет сил себя ломать и себя там и он все равно говорит, нет, нет, ты должен это сделать. Мы так с ним разговариваем, и он у меня видимо разозлился немножко из-за того, что я так его направлял. И через некоторое время он из Сайру Ишиву ушел и приехал в Иерусалим. Прошло полгода и он стучится у меня в дверь в полетели, открывает дверь, он там с букетом цветов, вино, приходит, дает мне приглашение на свадьбу свою, да? А, я говорю, о, как здорово, молодец, я так рад за тебя, ага, ага, ага. Кто это, девушка? Он говорит, да, там одна, да, 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 объясни, рассказал мне. Ну и как ты с ней встретился, как то? Он говорит, а дело было так. однажды позвонила мне, я находился в Кириат-Гате, у своих родителей, был дома, позвонила мне моя бывшая подружка. Мы с ней жили год тому назад и когда я сделал чу-ву, я ей тоже предложил, сделали чу-ву, она не согласилась. И я тогда с ней порвал и начал и мы с ней расстались. и вот я пошел к чу-ву ве-шиву потом и то-то-то-то-то. Прошел этот год и вдруг она мне звонит, мы сегодня год не разговаривали, она звонит и говорит, слушай, нам нужно срочно встретиться, я хочу мне что-то очень важное, тебе нужно что-то сказать, приезжай ко мне. он мне говорит, ты знаешь, ты извини, дорогая, но я не могу к тебе приехать, потому что по еврейскому закону нам нельзя находиться в одной комнате вдвоем. Она говорит, ну хорошо, я тогда заскочу к тебе. Он говорит, нет, то же самое, это та же история, нельзя. Она говорит, ну хорошо, давай тогда встретимся на улице. Хорошо, на улице можно. Она приехала в дом его родителей там, на машине своей, и он вышел, стоит с ней на дороге разговаривать, и она говорит, слушай, мы с тех пор, как мы расстались, я так мучилась, мне так трудно без тебя, я так тебя любила, это действительно, у них было очень хорошее отношение, все было прекрасно, все было хорошо, и она рассталась с ней только из-за этой причины. Он хотел быть религиозным, она не согласилась. И она говорит, ты знаешь, я весь этот год делала большие усилия для того, чтобы стать религиозным. Я ходила на семинары, я слушала лекции, читала книги по иудаизму, я даже пошла там в Медрашане, которое время там находилось. И сказать тебе честно, меня это не убедило. я не верю в Бога, не работает на меня. Я хотел сделать все возможное, чтобы поверить, и не убедила. Но в тебя я верю. И поэтому я решила сделать такую вещь. Ведь мы хотим жить вдвоем. давай тогда сделаем такую вещь. Я стану религиозным на сто процентов. Только я без веры в Бога. То есть я буду соблюдать все, все голоходы, я надену там пет, как называется, митпаха, платок, где там такой платок, я буду соблюдать все законы, кашрута, семейные, там, семейные, супружеские, там, чистоты, там буду, наши дети пойдут в религиозную школу, все, 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 досконально, субботу, все, буду соблюдать на сто процентов. Но я не хочу тебя обманывать, не хочу этого, я тебе говорю честно, я не верю, может, потом поверю, но сейчас нет. А... и поэтому давай поженимся. ты продолжаешь соблюдать все и я буду все соблюдать и я все выучил, я все знал за это время, я все это знал, все, что нужно делать, там, субботу, то-то-то-то-то. Будем соблюдать и я постепенно, постепенно потом сделаю чуть-чуть. Может быть, а может быть и нет. Ну, какая тебе разница, тебе же не играет вау. Какая разница, что у меня в душе? А он мне говорит, ты прости меня, я этого что-нибудь ценю, там, то-то-то, но проси меня, но я не хочу, играть в игры. Я не хочу делать, как будто бы, ну, религиозно, как будто ты так. Я не хочу фальшик. Я хочу жить настоящей еврейской жизнью. Поэтому ты прости меня, но нет, я не хочу. Ну, какая это разница, ведь никто об этом не будет знать. Убал, он не соглашался, не соглашался. Она сказала ему, ну, Супсюша, я вижу, ты не идешь на это. Тогда я тебе скажу так. Весь этот год я ни с кем не встречалась, я была тебе верна, и так далее. Но если мы сейчас с тобой расстаемся по-настоящему до конца, то я хочу продолжить свою жизнь, я хочу, познакомлюсь с другими людьми, я выйду замуж. Я буду. Он говорит, да, это я имел в виду. Мы порвали, это с концами. Он говорит, ну, все, тогда все, конец. Он говорит, да, я же тебе, конец, все, ну, хорошо. Все, расстаемся, да, навсегда, навечем, да. обмени меня, как по-русски, обмени меня на прощание, на прощание. Он говорит, что когда она это сказала, то он, для него, он почистил, что он как бы разорвается на части. Потому что для него это было, понимаете, он говорит, ему 29 лет, он уже был здесь в армии, учился здесь в университете, там, то, 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 многое прошел, человек был 29 лет. Он говорит, это было самое трудное испытание, которое у меня было когда-либо в жизни. Сказать ей нет. и он сказал, ты прости меня, но я не могу. Он говорит, нет, просто дружеский поцелуй, как бы, дружеские объятия. а он говорит, а он говорит, одну секунду, а он говорит, нет, это, я, это, это против еврейского закона. Она говорит, но это же не по-человечески. Он говорит, да, это не по-человечески, это еврейский. И она разозлилась, пошла, села в машину, развернула, вжж, уехала. Он стоял, смотрел, как фары, задние огни машины удаляются, он так чувствовал, что все, у него что-то там, что-то произошло, что-то случилось. Он понял, что как бы, какой-то механизм на небе щелкнул, что-то, что-то произошло. И он вернулся в дом там, с им родителем, да, 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 через неделю он получил одно там, дежурное предложение, еще одно. Он встретил с этой девушкой, там, была из Австралии, понравились друг другу, и они решили пожениться, и вот он сейчас меня приглашает на эту срань. Я говорю, вау, как здорово, как-то, так-то, так-то, так-то. Он мне говорит, я вижу по твоим глазам, что ты не понял главное, что я хотел тебе сказать. Я говорю, да, шут, что? Он говорит, ты не понял, что она приехала из Австралии? Я говорю, да, я понял, но что? Он говорит, ты помнишь, когда ты говорил мне тогда в Вишеве, что если я сделаю это изменение, то даже если она будет на другом конце земного шара, то она придет ко мне? Ну вот это случилось, вот она пришла. Я думаю, что вот это и есть, эта идея, записать себя в книге жизни. Так мы себя записываем в этой книге. Когда человек находится в каком-то, как бы, распутии, на каком-то перекрестке жизни, и он принимает правильное решение. Но когда он делает это решение, то его жизнь кардинально меняется. Это и есть запись в книге жизни. И это софасы. Поэтому я хочу вас благословить, чтобы в этот Роша Шана, Абалину, Ветоба, Всевышний, чтобы, как, поэтому, да, Всевышний записал нас в книгу жизни, в книгу праведников, и записал сразу же, и чтобы такого было, я не знаю, как в Парусе сказать, «Кен ера цон, амен сева». Так, чтобы там все произошло, с Божьей Семенович. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok